23 июля 2021 года. Здравствуйте, дорогие друзья! В эти дни мусульмане всего мира, как и мусульмане Святой Земли, совершают праздник жертвоприношения. У вас в России, наверное, называют его Курбан-Байрам, у нас Идель-Адха. Праздник этот не только сугубо мусульманский, он имеет древнейшие библейские корни, поэтому на Святой Земле об этом дне знают абсолютно все, поздравляют, естественно, мусульман, а мы же сегодня совершим с вами удивительное путешествие по Иерусалиму в дни праздника и узнаем массу интересного и важного. Вообще жертвоприношение – это особенность всех авромистических религий, то есть иудаизма, христианства и ислама. И хотя у нас в христианстве есть понятие о бескровной жертве Христа, и вроде бы как жертвоприношения совершаться не должны, поверьте нам, палестинские христиане с самых древнейших времён совершают жертвоприношения, даже иногда прямо во дворе храма. Ну а в древности, в византийский период, во время освящения Святой Софии, были принесены в жертву прямо у новоосвященного храма десятки тысяч животных. Как же так? Неужели это правильно? Почему это делают? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Начнём же с того, что для любого верующего мусульманина известно. Главное в праздник жертвоприношения – это не зарезать барана, а принести Богу в жертву чистое сердце. И мы с вами начнём с чтения Корана и с истории этого праздника. В основе этого обычая лежит вот эта вот часть из Корана, это священная книга мусульман. И мы обрадовали его вестью о кротком сыне. Когда он пришёл в состоянии трудиться вместе с ним, тогда он сказал, «Сын мой, я видел во сне, что приношу тебя в жертву. Рассуди и скажи, что ты об этом думаешь?» Он сказал, «Батюшка, делай, что повелено тебе. Ты увидишь, что я, если угодно Богу, буду терпливо покорен». Когда они оба с покорностью предались Богу, и когда он положил его на землю, нить с лицом, тогда мы возгласили ему Авраам. Ты оправдал сновидение. Так награждаем мы добродетельных. Поистине, это было явное искушение. Мы искупили его великой жертвы. Мы оставили в потомстве привет ему. Мир Аврааму. Дело в том, что жертвоприношение Авраама, которое является и у нас, у христиан, важнейшее событие – это покорность Богу, это прообраз жертвоприношения Христова. Но, несмотря на то, что в исламе интерпретирует это немножко по-разному, также в исламское предание сын, который Авраам приносит, это Исмаил как раз, а не Исаак. Правда, есть различные традиции и насчет этого тоже. Но, в принципе, суть праздника и суть этого события у мусульман вполне исходит к одинаковой корне, который у нас есть. То есть это пример доверия Богу. Слово «Ислам», собственно, и означает послушание, подчинение своей воле, воле Всевышнего. И выражением этого послушания для верующего мусульманина является соблюдение пяти столбов ислама, то есть пяти заповедей мусульманина, одной из которых является обязательное паломничество или хадж, которое верующий человек должен совершить хотя бы раз в жизни в Мекку, вот сюда, к древнему святилищу. Называется оно Кааба. И по верованиям мусульман построил его сам пратец Авраам, которого они почитают как пророка. И вот хождение вокруг Каабы с молитвой в праздник Идаль-Адха, в праздник жертвоприношения, считается самой высшей точкой выражения вот этого послушания, верности Богу для мусульманина. В этом году, к сожалению, хадж для паломников-иностранцев был невозможен, его могли совершить только местные жители, видите, с соблюдением социальной дистанции и по зелёным паспортам. А подготовкой к этой главной молитве является особое стояние пред Богом на горе Арафат. Вот здесь как раз-таки мусульмане молятся о прощении своих грехов, молятся за усопших предков. То есть это такое главное молитвенное стояние в жизни мусульманина и очищение сердца перед совершением вот этой круговой молитвы вокруг Каабы. В Иерусалиме находится место, где именно и происходило жертвоприношение Авраама по исламской традиции. Это храмовая гора. Теперь здесь стоит мечеть-купол над скалой. Подробно об этом месте мы уже рассказывали в одном из наших выпусков. И сейчас наверху экрана вы видите ссылочку на тот выпуск блога. Также на храмовой горе произошло знаменитое ночное путешествие пророка Мухаммеда, когда ему был показан рай. И здесь же стоял храм Соломонов, что тоже для ислама немаловажно, потому что святилище Кааба, построенное Авраамом в Мекке, считается прообразом Соломонова храма. Здесь же на храмовой горе находится мечеть Алякса, самое главное место молитвы для мусульмана Иерусалима и место паломничества мусульман из других стран к нам, потому что именно эта мечеть упоминается в Коране как самая отдалённая мечеть. И тоже связана она с ночным путешествием Мухаммеда. И вот сюда, на храмовую гору, соберутся сегодня мусульмане для главной молитвы, которая совершается рано утром в 6 часов 20 минут утра. В этом году праздник выпал на 20 июля, и, соответственно, подготовка к празднику началась 19-го со строгого поста. А 20-го числа, во вторник, после утреннего намаса, который был в 4.30 утра, мусульмане со своими семьями отправились на храмовую гору. Пошёл Иерафаил посмотреть и поснимать, и принёс совершенно потрясающие кадры. Сейчас вы их увидите. Однако праздники носят не только сугубо религиозный характер, особенно здесь, в Восточном Иерусалиме. Это имеет ещё и национальное значение. И вот, поскольку у палестинцев нет армии в Иерусалиме, считается, что город оккупирован, однако разрешили скаутам петь здесь с валинками, с барабанами гимн Палестины. В наши дни это не само собой, потому что часто именно здесь, у Дамасских ворот, бывают столкновения, бывают беспорядки. И самая настоящая иногда просто война, которой вот Хамас стреляет ракетой, именно потому что он говорит, что он защищает как раз права мусульман у храмовой горы и здесь, у Дамасских ворот. Мы сейчас в Иерусалиме, полпятого утра. Сам удивился, настолько люди благоговейно относятся к этой событии. Они действительно носят самые красивые одежды, часто ходят в белом. И ходят целыми семьями, даже не боятся будить своих малышей. Очень много родителей с колясками, с маленькими малышами. И действительно, часть вот этого заповеда ислама – это хранение чистоты. До молитвы это не просто так, что можно мыться или нет. Обязательно человек должен умыться, должен надеть самую красивую одежду. Но кроме красивой одежды, также символическое значение имеют благовония, которые используют духи. И некоторые даже просто ладаном кодят свою собственную одежду перед уходом на молитвы. Но также есть и просто светские мусульмане, то есть мусульмане, которые также верующие и так далее. Но для них молитва – это не то, что самое главное, а просто тусоваться, купить мясо, ну и сходить также на молитвы. Но вовсе, как и бывает во всех религиях. Вообще Иерусалим живет по ночам. Иерусалим – религиозный, верующий. Вот те, кто бывали у нас в паломничестве, помнят, как в ночь субботы на воскресенье точно так же идут толпы паломников в храм Гроба Господня. Но, правда, не с детишками и не с колясочками. Такую картину можно увидеть, ну, разве что на Пасху. Некоторые местные, очень верующие христиане, берут все-таки деток на ночную службу. Но вот такого массового просто паломничества в старый город с маленькими детьми и разодетыми – этого, конечно, ну, не увидишь никогда, кроме вот этой ночи, кроме ночи праздника жертвоприношения. Это действительно очень большой праздник. И обратите внимание, идут они сейчас не баранов резать и не объедаться. Они после голодовки, после суток без еды и воды идут молиться. Они идут совершить главную утреннюю молитву этого праздника на храмовой горе. Хоть язык ислама – это язык арабский, но состав верующих из самых разных мест. Были и люди, которые я видел просто в славянском внешности, рыжие, черные, оранжевые, то есть все цвета радуги, как бы, и действительно вот эта религия, которая их объединяет. То, что мы видим, однако, это только местные, естественно, страна еще закрыта, но даже среди местных мусульман Святой Земли бывают люди, которые внешне выглядят, как будто они из самых, что есть, разных наций. Во время праздника Рамадана я также хотел делать такой хороший, добрый выпуск просто о мусульман Святой Земли. Но, увы, из-за того, что израильские солдаты начали провокации и стали избивать людей, получился такой, я бы сказал, политизированный выпуск. Этот выпуск будет не политизированный. Благодаря того, что солдаты просто сегодня отсутствуют. Видите, вот эти места, они обычно там собираются. И смотрите, как все тихо и спокойно, когда нету провокации со стороны солдатов. Вот это старые кадры, конечно, безобразие, как избивают именно там, чтобы было скрыто от взгляда всех камер и журналистов, избивают одного инвалида. Ну, разумеется, если смотреть на людей только через окно военной будки, укрепленного военного поста, то, конечно, все будут казаться врагами. Мы же сегодня смешаемся с толпой и попробуем почувствовать праздник. А пока от Дамасских ворот мы пойдём дальше и посмотрим, что творится у других ворот города. Ведь в Старый город ведут семь ворот, и через многие из них в эту ночь мусульмане стремятся к Храмовой горе. Вот сейчас, например, мы подошли с вами к следующим цветочным воротам, и здесь видим ту же картину. Семьи с разодетыми детками. Как мама, я прекрасно знаю, как трудно разбудить ребёнка ночью, при том многие приехали сюда, то есть не живут рядом со Старым городом, они именно приехали, добирались, возможно, какое-то время даже до Старого города. Так вот, как это трудно, разбудить деток ночью, и как трогательно, когда детки, возбуждённые радостью праздника, ведут себя вполне хорошо и даже очень, скажем так, бодро и радостно шагают вместе со своими родителями. Но давайте поспешим войти в Старый город. В Старом городе всё открыто, жизнь бьёт ключом, можно сказать. Видите, торговцы тоже встали рано для того, чтобы создать ощущение праздника. Нет, здесь дело не в корысти и не в торговле. Это праздник. А на праздник нужно делать покупки, дарить подарки детям, своим родным. И это очень важно. Как и в другие мусульманские праздники, принято делать скидки, уступать в цене и прочее. Как интересно идут? Обратите внимание, некоторые идут группами только женщины или только мужчины. Некоторые идут с семьями, как мы видим с вами здесь. Ну и, конечно, этому всему есть объяснение. Вот, например, группа мужчин с мальчиками. Возможно, мама и жёны просто остались дома. Всё-таки трудно так рано встать. Семьи, большие семьи бывают, могут идти вместе и двоюродные, и троюродные бабушки, и дедушки, и тоже держатся группой. А девушки незамужние обычно тоже идут отдельно, не перемешиваясь с мужчинами. То есть это благочестивое паломничество, это не гулянка. Обратите внимание, что люди идут молча, практически не разговаривая друг с другом. Этому есть объяснение. Всё, любое действие имеет ритуальное значение. Даже одеться красиво, и даже само хождение. В принципе, во время хождения все должны петь такбир. Такбир – это словословие Божие. То есть «Аллах у Акбар», «Аллах у Акбар», «Лайлау ин хамд», то есть «Слава Богу» и «Его слава». То есть именно в этом году были часто записи. Но это означает, что люди это пели в сердце. Но вот сейчас мы приближаемся уже к храмовой горе, Харам-а-Шариф, как называется по-арабски, где мечеть Аллахса. И тут уже можно слышать, что сам Муэдзин поёт, и есть усилитель. И вот уже эта часть, уже литургическое чествие. Эта молитва, это в принципе похоже на наше повторение, как мы повторяем «Господи, помилуй многократно», или любые другие молитвы. А так они просто ходят и повторяют «Аллах у Акбар», «Аллах у Акбар» и «Лайла и Лала», «Нету Бога, кроме Бога», и разные другие молитвы. «Аллах у Акбар», «Аллах у Акбар», «Лайла и Лала», «Иллах у Акбар», «Аллах у Акбар», «Аллах у Акбар», «Аллах у Акбар» в переводе с арабского означает «Бог велик». Это главная молитва мусульман. Признание величия Божия, поклонение Богу, верение себя, своей судьбы, своих родных, всего-всего Богу в руки Божьей. Вот это и есть ислам, то есть полное послушание Богу. Любой человек, глубоко знающий свою христианскую веру, найдёт здесь массу параллелей. И это не случайно. Недаром есть такое мнение и мнение авторитетных богословов о том, что ислам – это, по сути дела, одно из ответвлений христианства. У нас же местные христиане-арабы так и говорят, что мусульмане – это наши братья. Они не говорят «наши единоверцы», но ощущают эту потрясающую древнюю библейскую связь. Это не только национальная идентичность. Понятно, люди одной и той же национальности, просто разных религий. Это и связь библейская. Действительно, ислам, особенно в его выражении и традициях, которые приняты у нас на Святой Земле, имеет довольно много общего с христианством. Естественно, мусульмане признают Христа только как пророка, а не как Бога и Спасителя. Но в остальных аспектах очень много общего. И, конечно, особенно в традициях. Если вы увидите наши крестные ходы, которые бывают на наши христианские праздники, вы тоже увидите также семьи, арабские семьи арабов-христиан, которые идут и на том же самом языке молятся и поют. Вот нам делали когда-то забавное замечание. Как вы могли сказать, что Бог показал Мухаммеду Рай, не Бог, а Аллах? Мы ходим на арабские православные литургии. Аллах по-арабски – это Бог в Троице Единый. И в православных храмах слово «Аллах» мы слышим всю литургию. То есть, соответственно, нет разницы между Богом и Аллахом. Аллах – это Бог на арабском языке, так же, как God на английском. Это тот самый Бог Единый. И вот здесь, на Святой Земле, поэтому это очень сильно ощущается, наши общие библейские корни. Ну, как отец и как бывший мальчик, да, я тоже мальчиком был, мне всегда интересно, когда бывают праздники, смотреть, как дети себя ведут. Конечно, чтобы детей заманить, как бы будить их рано, надо как-то сказать, мы купим тебе что-то вкусненькое или как бы шарики или что-то такое. Можно видеть, как благочестивые родители вот за руку берут своих детей, красиво одеты. И это тоже красивая одежда, это тоже заманка. Я также видел девочек, которые с куклами ходят в мечеть со своей любимой куклочкой. И вот мальчик, видите, с булочкой там ходит. Так что вот иногда вот эти такие маленькие детали, это то, что мне иногда интереснее, даже больше, чем сам праздник. Ну, конечно, угощение-то полагается покупать после молитвы, но поди это объясни маленьким детям. Их, конечно, подкармливают. Ну, как и у нас, малышей иногда причащают всё-таки не натощак. Ну, по крайней мере, до трёх лет так принято. У нас на Востоке, у арабов-христиан даже до семи лет детей иногда подкармливают или дают водичку, если им особо трудно. Интересно, что в этот день обязательно принято угощать друг друга. Ну, как и во все, вообще-то, мусульманские праздники, но тут вот есть свои традиции. Посмотрите, раздают вкусные булочки, которые называются у нас маамуль. Маамуль – это такие печеньки, которые делают дома своими руками и в пекарнях также. Это песочное тесто с начинкой из фиников. И вот волонтёры стоят у входа на территорию храмовой горы и всем молящимся предлагают эти маамули – печеньки. Кроме этих традиционных угощений бывает у нас также и этот хлеб – каек называется. Его продают всё время, круглый год. Особенно каек иерусалимский славится и считается самым вкусным. Хоть это продают тоже в Вифле, но это не то. А кушать это здесь, именно около мечети Лакса, это, конечно, особый кайф. Я могу вам сказать, что несмотря на то, что я по происхождению вообще-то израилетянин, еврей, а сейчас я крещённый православный, я чувствовал себя абсолютно комфортно и мог спокойно вместо с этими ребятами с толпой ходить около мечеть без отказа от своего религии, не обманывая никого. По закону, конечно, это запрещено и солдаты сразу обычно останавливают те, которые не мусульмане. Но поскольку никаких не мусульман сегодня не было, никакого отбора не было, я бы мог спокойно идти, тем более, что некоторые из этих людей, это мои или коллеги, или знакомые, по работе, да, в туризме много связано с арабами и я видел много знакомых лиц. Но я решил делать по-другому, потому что я не хотел, чтобы был какой-то конфликт или что вдруг кто-то бы сказал ты не мусульманин или там и мне заставляли бы сказать фатиха, это первая сура, которую я, конечно, знаю. Вместо этого я решил делать по-другому. Так же, как мусульмане ходят вокруг Каба, я решил ходить вокруг стен старого города, вокруг храмовой горы. Так что мы сейчас выйдем из этих ворот, это называется Львыный ворот, будем идти вдоль кладбища, а потом через мусорных ворот, где еврейский квартал и таким образом мы с вами совершим целый круг вокруг вот, можно сказать, самого интересного места Иерусалима. Вот напротив нас это гора Ильонская и со своими храмами православными, католическими и прочим. Но видите вот эти цветочки? Эти цветочки люди покупают для того, чтобы ставить около могил. Дело в том, что здесь кроме знаменитой еврейской кладбища на Ильоне есть еще и мусульманское кладбище. Вот она здесь, видите, вот прямо около стен, около минорета храма, то есть, простите, мечети Аллахса вдоль этих стен. И вот там, когда люди будут идти потихонечку в сторону мечеть, некоторые из них останавливаются, молятся или ходят с пальмами. Это тот же знак именно мусульмане, когда посещают кладбище или на похороны, на отпевание, они ходят с пальмами, как знак победы, воскресенье. А то, что интересно, что это именно и есть то место, где во время пальмового воскресенья вошел Христос в городе, да, вот то, что на Руси называется вербное воскресенье. Это и есть место вербное воскресенье. Только сегодня те мусульмане, которые имеют родственников, которые похоронены прямо около золотых ворот, собираются, молятся, чтобы Господь отпустил им грехи, волны, не волны. И мы сейчас вот эти кадры с вами увидим. У мусульман отношение к смерти очень и очень серьезное. Я видела, как близкие и знакомые нам мусульмане переживали смерть крохотных детей, пожилых любимых родителей. У них почти такое же, как у нас, понятие о всеобщем воскресенье, которое ожидает души праведников, о посмертном воздаянии, за добрые дела, вечная жизнь, за грехи, мучения в аду. И вот в этом аспекте жертвоприношение тоже воспринимается как определенное смирение пред Богом и как искупление. Смерть, как искупление греха, смерть, как очищение, смерть, как очень тяжелое испытание, но которое ведет ко благу. Если у христиан все это заменяется бескромной жертвой, которую мы приносим в храме, совершаем евхаристию, то есть это жертва, уже принесенная однажды Христом на Голгофе, то у мусульман, как и у иудеев в древности, это осуществляется через жертвоприношение животных, которое совершается в этот день. Мы видим с вами сейчас Кедронскую долину, необыкновенно красивые, уже рассветные совсем кадры. Солнце встает прямо за Илеонской горой, и даже эти припаркованные здесь не к месту машины, но что делать, парковок на всех не хватает в этот день, не мешает нам воспринять удивительную красоту, священный момент восхода над Илеонской горой, над Храмовой горой, над старым городом. В древности, в ветхозаветном храме до Рождества Христова, который здесь стоял, вот в этот момент начиналась служба после восхода солнца, совершалось также жертвоприношение. Думаю, что все знают, что это стена плача, Магребинские ворота, но не все знают, что стена плача, в принципе, это тоже на самом деле часть мечети Иолакса, в принципе, да, видите, вот купол скалы, минарет, и вот под нами та самая стена плача, и евреи тоже совершают свою утренную молитву, благочестиво считается именно это делать перед восходом солнца, и это общее, что есть и монахов на Афоне, и у мусульман, и у евреев, тут никакого экуменизма нет, это просто факт, а вот здесь мы показываем вам, как идут из Явских ворот, да, тоже в сторону мечети Алакса, уже толпа собирается, но у меня батарейка тут и закончилась, иначе я бы вам еще и еще кадры бы показал, но то, что видно, что те кадры, которые я отобрал с семьями, с младенцами, это не какие-то вот случайные вот попал, я показываю, это в любом месте, где не открыл камеру, ты увидишь и старые, и молодые, и дети, и женщины, и мужчины, а вот вам кадры все-таки изнутри, которые не я снимал, потому что, как я вам объяснил, не хотел обманывать, но, в принципе, если бы хотел, мог бы спокойно и среди них ходить, и никто бы меня не трогал, и вот мы берем и вас с собой, показываем вам вот эти, как сказать, ветхозаветные кадры, да, это мусульмане и это мечеть, но могу вам сказать, что в первом веке или при римлян, евреи также собрались на этом месте, и более-менее это так же и выглядело. После молитвы и проповеди мамы и девочки отправляются домой, а папы за баранами, ну, в старину как, у каждого были свои овечки, и, собственно, просто глава семейства вместе с сыновьями, читая специальную молитву, забивал овечку во славу Божию во дворе. Сейчас же это сделать невозможно. Во-первых, многие живут в квартирах и не имеют собственных овец, а во-вторых, санэпидемстанция, конечно, воспрещает приносить животных в жертву у себя во дворе. Поэтому арабы отправляются чаще всего в палестинскую автономию, в частности, вот в Вифлеем он находится в пяти минутах езды от Иерусалима. На рынках выбирают хорошую овечку и дальше уже отправляются на бойню. Выбор овечки – дело очень ответственное, занимаются этим исключительно мужчины. И, в принципе, в том, что забивают овечку на бойне, есть определенные, скажем так, преимущества в том, что животное не страдает. Профессиональные мясники умеют делать это быстро, легко, безболезненно для животного, ну и, конечно, с гигиенической точки зрения тоже все нормы соблюдаются. Мясо свежуют и отдают хозяину уже разделанную тушу, которую он везет домой жене, а жена дома готовит из баранины мансов. Самое вкусное на свете блюдо. Это рис, сваренный так, чтобы была рисинка к рисинке, чтобы он был рассыпчатым. Добавляют туда обычно куркуму, турмерик для желтого цвета и отдельно сваренная ароматная баранина. Баранину варят с луком, тоже со специями. У каждой хозяйки есть, конечно, какие-то свои секреты. И вот это блюдо точно так же, наверное, готовили и в ветхозаветные времена евреи, например, на Песах, когда они тоже ели животное, приносенное в этот день в жертву в храм. Кроме мансов готовят, естественно, маамули. Это сладость традиционная, песочное печенье с начинкой из фиников, но и массу других салатов и всякой вкусной праздничной еды. И с наступлением вечера отправляются по гостям. Это особое время, у нас праздник официально идёт четыре дня, работодатели платят зарплату, официально арабов-мусульман отпускают, и вот все едут по гостям, навестить родственников, даже и в другие города, и по всей стране. Дома украшают иллюминацией, конечно же, восклицания, объятия, встречи родственников, которые давно, может быть, не виделись, не навещали друг друга. И вот посмотрите, как интересно, у мусульман особо отмечены дома тех людей, которые совершали хадж, то есть побывали у Каабы в Мекке, в Саудовской Аравии. У них на воротах или на стене дома над входом обязательно будет или изображение Каабы, или изображение нашего купола над скалой. Это всё означает, что человек побывал в хадже. А мы же с вами гуляем при полной луне по самой настоящей арабской деревне. Называется она Абутор, находится прямо буквально напротив, практически напротив храмовой горы. И вот наблюдаем праздник. Праздник семейный, домашний, тёплый, уютно, необыкновенно. Отовсюду слышится тихое пение, люди подпевают известным, как правило, к классическим таким эстрадным певцам. Едят, детки хохочут до самой поздней ночи. И вот эта особая семейная атмосфера конечно же опять же роднит верующих мусульман наверное со всеми без исключения верующими людьми. Когда наблюдая за этим праздником и так как отмечают его и так как эти верующие мусульмане, которые живут прямо напротив храмовой горы, как настолько им важно хранить эти традиции, тогда действительно понятно, что город не может принадлежать только эксклюзивно иудеям или только эксклюзивно христианам или только мусульманам. Действительно штамп или не штамп Иерусалим стал городом трех религий. И если это не соблюсти, тогда мир никогда не будет. Дай Бог, чтобы действительно все жили в мире и в гармонии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok